В январе в Приднестровье еще надеялись, что молдавские чиновники просто допустили ошибку. В Кишиневе поменяли налоговый кодекс и в документах не оказалось упоминания, что приднестровские предприятия освобождаются от молдавского акцизного сбора. Такая норма действовала с 2006 года, но теперь она пересмотрена в одностороннем порядке. По какой причине на этот вопрос у Кишинева нет не то чтобы внятного, совсем никакого ответа. После принятия данного закона наши предприятия потихоньку втягиваются в налоговое пространство Республики Молдова. Может привести к двойному налогообложению акцизными сборами как на территории Республики Молдова, так и на территории Приднестровской Молдавской Республики. Правительство Республики провело предварительный подсчет возможных потерь. Если сырье наших предприятий будет облагаться молдавскими акцизами, уменьшается конкурентоспособность отдельных производств, что грозит сокращением рабочих мест. Ситуацию обсудили на уровне экспертных групп. Официального документа с комментарием по изменениям налогового кодекса с молдавской стороны нам представлено не было. Существуют на сегодняшний день потери хозяйствующих субъектов Приднестровья, которые даже по двум хозяйствующим субъектам по аналитике составляют более 2 миллионов долларов. Общие потери могут составить 2,5 миллиона долларов, если Приднестровье начнет работать по новым молдавским правилам. Проблемы появились у десятка предприятий, в том числе трех крупных. Например, по данным правительства, с 1 января расходы на ввоз этилового спирта увеличиваются в 8 раз. Будет ли конкурентоспособная продукция из такого спирта, Молдову это не волнует. К сожалению, с молдавской стороны была выражена позиция, что импортные операции практически нулевые и никаких потерь наших субъектов не будет. Если правила не будут пересмотрены, мы просто перестанем работать с Молдовой, говорят на заводе Молдавизолит. Основная его продукция – это оборонные заказы для России, важные элементы управления космических кораблей, подводных лодок, танков, электровозов, атомных электростанций и прочей стратегической продукции. Растворители и некоторые спирты, необходимые для их производства, теперь будут закупаться в обход Молдовы через Украину. Поставки по новому маршруту все-таки увеличат расходы завода. За год набежит сумма в полторы месячные зарплаты всех работников завода. Это неприятные потери, но не критичные для завода. Если бы Молдавизолит по-прежнему работал через Молдову, Кишинев получил бы неприлично большие деньги, и сдержки были бы примерно в 10 раз выше. Учитывая то, что у нас все обязательства перед оборонно-промышленным комплексом Российской Федерации, перед компаниями Украины, Белоруссии, законтрактованы, завод от этих нововведений и от этих сумм не остановится. Но это те средства, которые мы имели возможность дополнительно направлять на социальное развитие трудового коллектива, на какие-то средства, на модернизацию определенную, проходящую на заводе. Реально это изъятие из оборотных средств порядка 350-400 тысяч долларов США. Сейчас завод работает на сырье, закупленном еще в прошлом году. Переговоры о новых поставках еще займут какое-то время. Тем не менее, из-за неожиданного пересмотра правил с Молдавии залита Кишинев не получит ни копейки. Более того, транспортные компании Молдовы, до сих пор возившие сырье в Тирасполь, теперь потеряют выгодные заказы. Завод и рад бы работать по-старому, но Молдова делает сотрудничество невозможным. Мы имеем временную регистрацию, но все денежные средства, которые, если будем завозить через Республику Молдова, мы платим в виде акцизов, то механизма на сегодня день их возврата мы не видим. То есть все деньги пойдут просто в бюджет Республики Молдова безвозвратно. На других заводах также договариваются о новых маршрутах. Всем ли это удастся, станет известно в ближайшие месяцы. Ясно то, что изменения налогового законодательства Молдовы гарантируют как минимум дополнительные расходы в десятку приднестровских предприятий. В правительстве говорят, если издержки будут серьезными, государство рассмотрит вопрос оказания помощи таким предприятиям. Ставки акцизных сборов значительно выше в Молдове, чем у нас. По некоторым направлениям и в два, и в три раза. Сейчас у нас есть письма от некоторых предприятий, что от них уже требуют уплаты этих акцизных сборов. И мы ведем работу с этими предприятиями. Президент Приднестровья сообщил, если данные меры молдавской стороны будут иметь негативные последствия для наших предприятий, нашей экономики, Приднестровье оставляет за собой право ввести в отношении молдавских товаров адекватные ответные меры. На прошедшей на неделе встрече молдавским экспертам еще раз сообщили, что они ошибаются и изменение налоговых правил все-таки наносит ущерб нашим предприятиям. Хотя самой Молдове приднестровские проблемы едва ли принесут экономическую выгоду. Степан Бугаев, Александр Левицкий, Павел Божонко. Проект «Точка отчета». Субтитры создавал DimaTorzok